Сегодня заканчивается Михаил Васильевич Суслов на звание доклада о комбинировании главных факторов в честь Петербурга Борьеры. Она преднят просто как название, которая называется. Пожалуйста. На этом слове написано, собственно, на звание доклада. Здесь как-то снижается, вот того, от того, от того, от того, о чём, о чём, о чём, о чём, о чём, о чём. Рассказывали в начале краткое введение и предыстории. В самом деле в этой работе достаточно давно и в первую рассказал, когда рассказал. Её сделали, рассказывал я уже очень давно, потом я 15 минут вырос. Но я позволю себе всё-таки её рассказать еще раз. Но для вас это было. Видимо-то рассказывали более интересные люди студентов, Но, может быть, это будет интересно для других участников. Как сейчас деятельность по поводу пакетов немножко оживилась, я в частности повелась некоторое время назад статья Додонова, где он считает нервы пакетов через ДНК. В этом докладе я предъявлю некую общую формулу для аннулирования через производный пакет. Это подразумевается, что для производного барьера я в состоянии дрифти к стационарному ранению фреймера, то бишь, дрифти к стационарным терминам, то, как мы учим дрифти к задачам студентов. То бишь, у меня в наличии будут состояния рассеяния. То есть, состояние высокого вида, когда слева от барьера у меня падающая волна плюс антраконная волна. Справа от барьера у меня прошедшая волна. Вот эти коэффициенты R от K от K подразумевают, что я для своего потенциального барьера в состоянии вычисли. Задачу я решаю для следующих барьеров. У меня V от X строго равняется нулю вне конечного интерлата. Вот с чем не удовлетворить вот такие решения. Начнем с последующим моментом. Михаил Лебедев попросил меня решить задачу об обновлении двух электронов через потенциальный барьер. Когда у меня появились два электрона, я сразу столкнулся со следующей проблемой. Я по-любому должен был рассматривать суперпозицию таких состояний. Дальше у меня встал вопрос. Как я должен считать вероятность, если состояние описывается вот такой суперпозиции с разным K1 и K2. Вот я привел здесь два неверных ответа на этой доске. Первое, что приходит в голову. Трактовать Lb как амплитуды, найти электрон в состоянии 1 и состоянии 2. Трактовать T как амплитуду туннелирования, соответствующую переносить в потенциальный квадрат и получить вот такой ответ. Ответ плохо, это не убитно сразу. Если я возьму достаточно большой K1 и K2, я всегда могу подобрать коэффициенты амплитуды. С этой штукой будет больше 1. С этой штукой будет больше 1. Другой вариант в этой ситуации, который приходит в голову, это сделать точно так же, как мне делали, делать до таких состояний. Соответственно, посчитать потомку в падающей волне, посчитать потомку в прошедшей волне, разделить одно на другое и получить ответ. Здесь сходу мы сталкиваемся в следующей ситуации, что у нас возникает, из того, что у нас присутствует K1 и K2, у нас возникают перекрестные члены. Которые вообще-то не постоянно, то есть зафиксируют точку, а там у нас начнутся периодические колебания. Это для одной частицы или для месяца? Это для одной частицы. Все, что я буду сегодня рассказывать, мы можем вкратце упомянуть ситуацию, которая возникает, когда у нас 1 электронов. Ну, либо 2, либо 1 электронов. Это относительно подробно мы тоже разогнались, разогнали, осталось под водной отработкой, но это не другая статья. Значит, вот это вот альфа-си-какль? Я взял суперпозицию. Альфа-си-какль – это означает «стоять в самом деле». Да, да, я взял суперпозицию. Ну, то есть вот в этой ситуации я еще и рассматриваю пока не пакет, а 0,2. Посмотрел, что будет, когда у меня в моем пакете присутствует всего 2 электронов. Соответственно, в этой ситуации что приходит в голову? Усредить поток по времени, интерфекционный человек выпадает, и мы получаем в итоге вот такой ответ. Сейчас попытаюсь привести аргумент. А время откуда у вас же задача стационарная? Да, это не время. Нет, откуда время, по которому вы усредняете задача стационарная? Смотрите, задача стационарная. Альфа-си-какль? Значит, какое уровень решается? Значит, не дременно, не амблиционно. Нет, нет. Смотрите, чисто формально. Я вдолгу на свои стационарные. Нет, стационарную задачу я решаю. У меня вот эти мановые функции уже есть, я собрал из них суперпозицию. Дальше. Что с ней? У нас в обрехе не будет на месте или нет? Смотрите, если я зафиксировал момент времени и посчитал поток, то этот поток будет... Задача, если бы у меня присутствует только один вопрос, то поток от координаты не зависит. И если я взял суперпозицию и смотрю, как выглядит поток, то у меня возникает постоянный член, плюс некие гармонические колебания по координатам. Вы сейчас не говорите, вот этот поток и эти колебания, какое отношение имеет к стационарному уравнению и не к стационарному? Нет, к стационарному уравнению я вообще из этой ситуации выбраться никак не могу, потому что у меня рубля-поток начинает зависеть от координат. Времени нет вообще? Там исходное равнение? Времени пока нет, абсолютно верно. Но если я потом навешиваю на вот эти функции ну, со стандартной временной велосипедой есть минус к квадрат т и минус к квадрат т, у меня уже возникает задача времени. И если после этого я по времени начинаю затягиваю фиксированные точки, и я таким образом могу убить эти болтающиеся члены. Ну, если ПСИК-1 и ПСИК-2 по отдельности являются? Да, да, да. Их сумма уже не будет? Нет, естественно. Они обещают разным собственным значениям? Да, конечно, конечно, да. Поэтому время придется. Появляется время. Я на все один навесил один фазовый ногти, на все два другой фазовый ногти. Правильно. А вот в целом времени это решение не является не стационарным уровнем Фреддингера? Конечно, не является не стационарным уровнем Фреддингера. То есть решение не стационарным уровнем Фреддингера получается следующим образом. Мы решаем стационарное уровнем Фреддингера, а потом мы на каждый компонент належим свой фазовый умножитель есть минус Е и ЕТ делить на Аж. Все верно. Это вот, собственно, зафиксировав точку и взяв среднее по времени, у меня... То есть это при иксах очень далеких направленно. Нет, 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 нет. Я не могу взять любой икс, икс большая. Вот если мне непонятно, потому что в любой точке икс, в том числе и в потенциале. То есть там, где потенциал равен нулю. То есть если потенциал не строго равен нулю, то я должен идти далеко-далеко в одну и другую сторону. Вот, соответственно, вот, проявляя эту сведение, я получаю такой ответ. Этот ответ, в принципе, уже можно трактовать как влиятельность, потому что он, ну, достаточно легко можно увидеть, что он всегда меньше действий. Но что плохо в этом ответе? Если я зафиксировал К1 и начинаю добавлять очень-очень маленькую компоненту с большими импульсами, этот ответ начинает быть очень чувствительным к добавке маленьких компонентов. То есть я чуть-чуть искалюбил свою волновую функцию, ответ очень сильно поменялся. Ну, у меня простой вопрос. Мне кажется, все-таки, что не будет суперпозиции являться решением временного уравнения. По сути, собственные значения разные. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Все, вы абсолютно верны, я это как раз и говорил. Нет, вы ответили, что являетесь? Да. Ну что? Для временного являются? Нет. Если я на пси1 навесил фазовую множитель е-е и е2, то это будет решением. Каждой поддельности, безусловно, а суперпозиция? Как же нет. Ну, мы пришли туда. Линейного управления нет, то есть... Линейного управления нет. Линейного управления нет. Линейный локальный. У меня есть в состоянии пси1. Пси1 равняется е1, да? Пси1 есть в состоянии пси2, равное е2, пси2. Тогда состояние альфа, пси1, плюс бета, пси2, Если я сюда вешаю E3-I, E1, T на H, сюда вешаю E3-I, E2, T на H, это решение стационарного вываления фирмы. Не стационарного. Не стационарного, да, конечно. Естественно, в суперподекции не будет решение стационарного вываления. Отсюда в нем возникает непременно зависит. Беремый компонент, что там в древне естественно выпадает, когда исчезает поток. А за счет того, что не равно E2, возникают временные биения. Соответственно, по этой причине мне этот ответ не понравился. Потому что легкое-легкое изменение воновой функции приводит к очень резкому изменению ответа. И, соответственно, я попытался эту задачу решить как не стационарная задача. Решить не стационарную задачу. То есть я переформулировал задачу в России немножко на другом языке. То есть я задал головной пакет, который в начальный момент времени у меня целиком находится слева от барьера. То есть Пси строго равняется нулю при х больше минуса. И в этой ситуации я посчитал вот такую величину. Взял предел тест времени очиститель бесконечности. Я позвал вот эту штуку. Как вероятность, то и через барьеру. Как будет показано НИФ. Вот НИФ не предел в этой грани. Я, в самом деле, могу сдвигать как угодно далеко, не как угодно далеко, но достаточно далеко направо, если я беру достаточно большие времена. Это будет делаться для того, чтобы избежать интерференции между связанными состояниями. Так я рассматриваю потенциальную барьеру самой общей формы. То подразумеваю, что в этом барьере могут быть еще и связанные состояния. И наличие связанных состояний приводит, ну с моей точки зрения, к единственному интерференциальному ответу в этой задаче. Вероятность того, что мой пакет, так мой пакет, несмотря на то, что находится слева в барьерном понятном, хвосты связанных со состоянием уходят налево. Есть ненулевая компонента, связанная со состоянием в любом пакете, ну не в любом, в пакете, который находится слева. Вот эта вероятность того, что в пакете присутствует слева в связанном состоянии будет вычитаться из вероятности отражения. Это связано как раз с интерференцией волны, которую изначально летело назад, и волны, которые отразились в пакете. Ну, это чуть ниже, я вам более срочно покажу. Соответственно, нестационарный уровень Лефейдингера я записываю в таком линии, где КТА и ИСИГРИТ, это пропагатор. Я, соответственно, для него написал и вычислил, и дальше все эти формулы у меня начнут работать. Чтобы вычислить пропагатор, мне необходимо иметь полный набор решений сценарного уровня Лефейдингера, правильно отнормированный и, соответственно, полный отнормированный набор решений уравнений Фейдингера. Я сейчас покажу, что те состояния рассеяния, которые я рассматривал, это как раз есть состояния, которые нормированы на 2 ПИТа, это функция от К1-К2, и покажу, что если к этому набору добавлю еще связанные состояния, я получу полный набор. Здесь дальше пойдут такие слегка технические вещи, я на какие-то моменты буду обращать внимание, но, в принципе, все это выписано. Вот, прошу прощения, все время не в документах. Я немножко модифицировал решение сценарного уровня Лефейдингера следующим образом. Я свел уравнение второго порядка к системе двух уравнений первого порядка. Соответственно, для любой функции ПСИ от К я могу ввести функции альфа и бета. Понятно, у меня есть преобразование от функции альфа к функции ПСИ. Ну, соответственно, это преобразование, естественно, обратимое в другую сторону. Я имею функцию ПСИ от К, считаю производные функции, по этим двух функциям и считаю функцию альфа и бета. Можешь вопрос? Это на всей действительной прямой? На всей действительной прямой, да. А когда вы производную берете, там же еще производная от альфа должна быть отдельная? Нет, нет. То, что стоит здесь, это определение функции альфа и бета. Я взял... это переход от функции ПСИ к двум функциям альфа и бета. Вот я их определил таким образом, чтобы в производные не входили производные от альфа. Это, собственно, позволит мне убрать вторую производную из уравнения Фейдингера. Ну и достаточно просто подставляя вот эти штуки в уравнения Фейдингера, я получаю уравнение Фейдингера в виде системы двух уравнений первого порядка. Где альфа в трик – это, собственно, производная функция по координате справа с этой альфа. А это вот такая матрица. Соответственно, я все решения уравнения Фейдингера буду маркировать буквами альфа и бета. Это начальные данные. Ну, достаточно легко уже можно увидеть, что вот такая матрица, как только х становится меньше минуса, это просто единичная матрица. Это видно, потому что матрица становится нулевой. Соответственно, когда х больше а, эта матрица превращается в постоянную матрицу. Нулевые альфа и бета – это минус бесконечности? Альфа и бета – это, в самом деле, решения при х-а, они у меня не меняются. То есть, хотите минус бесконечности, хотите – возьмем любую точку, любую точку слева от барьера. Альфа и бета – не меняются, кстати, постоянно. Отпоздал потенциал у вас одномерный, фенитный? Одномерный, фенитный, в том смысле, от минуса до плюса. А на обоих бесконечностях оно выходит на одинаковое осень? Да, 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 да. Ноль слева и ноль справа. То есть, потенциал строго равен нулю при х по модулю больше а. Соответственно, эта матрица определяет четыре функции – n1, 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 n2. Вот с этими функциями я дальше буду работать. Понятно, когда х идет в области потенциала, здесь эти функции еще и еще появляются в зависимости от х. Еще я ввожу такую матрицу в S. S в углу – это матрица, рассчитанная для потенциала, который обрезан в точке х. То есть, потенциал, который до х равен нулю, а потом тот потенциал, который у меня был. То есть, я умолкнул ее, потенциал на эту функцию. То есть, если у меня был какой-то потенциал, то есть, был какой-то барьер, я в точке х его обрезал, сюда поставил ноль. А справа текса я поставил, соответственно, оставил старый потенциал. Ну, достаточно легко можно получить следующее свойство этих матриц. Детриминант S равен 1. Он не зависит от текса. Это, собственно, прямое следствие того, что матрица не имеет с литра в нулю. Опять же, если мы посмотрим на те уравнения, у меня есть следующее сапношение. Если я поменяю знак му-к, у меня функция ню перейдет в функцию мю. Если я возьму комплексность приведения, в данный момент я уже перехожу, делаю аналитическое продолжение и рассматриваю k на всей комплексной плотности. Ну, вот у меня есть еще такое сознафление. Ну, и это сознафление тоже достаточно тривиальное. То есть, если я сначала преволюционирую до точки х, остатком потенциал проявления. То есть, можно сказать, что тут из шляпки мы обрезали потенциал справа. Да, 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 да. Именно так. То есть, если я возьму кусочек слева оттекса и кусочек справа оттекса, ну, естественно, это будет производить. Это, кстати, позволяет рассчитывать эти матрицы, рассчитывая просто кусочки, а потом перемножать их. То есть, тут у вас получается вроде бы как эволюция, но вместо времени... Да, абсолютно время. То есть, абсолютно верно. Потому что вот то предыдущее уравнение, оно выглядит как уравнение эволюции. Единственное, что, конечно, вот этот кабинетинят, в этом смысле, он становится не эрмитовым. Так, сейчас мы говорим с учением об одномерной задаче. Вот теперь смотрите, я ограничу немножко класс потенциалов, которые я рассматриваю. То есть, я буду работать только с, так называемым, с хорошими потенциалами. Хорошими потенциалами я назову те потенциалы, которые вот то дефекционное уравнение можно свести к вот... Можно свести к такому интегральному уравнению. Ну, сюда, например, попадает или у любая, в случае непрерывная функция. Сюда же попадает, например, дефекционный потенциал. Поэтому, к классам таких потенциалов я не ограничусь. Ну, это интегральное уравнение достаточно стандартным образом раскладывается в такой ряд, где эти члены этого ряда представляются вот таким упорядоченным интегралом. Если оно как просто n-т степень матрицы А, ну и, естественно, пределы интегрирования обеспечивают мне правильный порядок по у. Эту матрицу я в состоянии вычистить просто в явной степени. Ну, вот там... n-т степени. И вот, глядя на это выражение, я могу сразу сделать вывод, что все мои функции... Все мои функции вот такого видят. n-1n от kx. n-2nx абсолютно то же самое мы можем сделать для функций μ. Они являются аналитическими функциями во всей областной плоскости, за исключением нуля. В нуле у них эти функции... Здесь достаточно легко увидеть, что максимум, что мы можем получить, это обратная степенька. То есть в нуле у них есть простой полис. Это, собственно, даст нам чуть позже следующее утверждение, что t от нуля равно нулю. За исключением ситуации. Если мы находимся в потенциале, в котором только-только начинает появляться связанное состояние, то 0 наложится на этот полис и, соответственно, полис уйдется. t от нуля не равно нулю в ситуации, когда у нас в потенциале появляется очередной связанный уровень. Ну, например, если мы смотрим рассеяние на обычной ямке и начинаем менять глубину по глубине и смотреть, как ведется t от k. Вот в момент, когда уровень ямки такой, что начинает появляться очередное связанное состояние, в этот момент т отказ какнет от нуля к ненулевому значению, а потом обратно влияет к нулю. Это не какие-то k для нулю? Да, да. Единственная особенность у всех этих функций – это простой полис при k равно 0 в заключении ситуации, когда этот полис пропадает. Теперь у меня есть, опять же, непосредственно просто из этого выражения. Я делаю следующие оценки на эти функции. Ну, аналогичные оценки, опять же, для функций. Мею я могу описать, я здесь не выписал. Здесь, собственно, когда мы не меняем мир, это необходимо у им поменять знаки. У моих любимых участников. И такие оценки гарантируют нам равномерную восходимость всех тех бедов. И, соответственно, отсюда я могу сделать вывод, что все функции ню и мю есть аналитические функции во всей комплексной плоскости за исключением нуля. В нуле этих функций, как правило, есть полис первого порядка, но иногда он иногда может пропасть. И, опять же, эти оценки дают нам следующие вещи, что вот эти две функции в нижней плоскости – это функция с тревицей к единице, и это как раз нам будет гарантировать, что t от k, приказ с тревицей к бесконечности, всегда строго стремится к единице. То есть, при очень больших капсулах все естественно через него прилетает. А напомните, что у вас и мю это что такое? Это функция вот в матрице перехода. А это вот эта матрица? А это вот эта матрица, да. Немного нервитого. А, тут нервитого. Да, там нервитого кусочка. Эту нервитовость можно, в самом деле, убрать, если бы я изначально вот эти функции альфа и бета не менее в трудом, загнал бы туда некую фазу, которая зависит от потенциала, но там, к сожалению, в матрице появились бы в экспоненте члены в виде единицы на k, и все мои аналитические свойства в этой ситуации полностью пропали. Там и матрица получается сильно проще, и суммировать, и вызвание в степенент сильно проще, и суммировать сильно проще. Но, к сожалению, у меня пропадают все мои аналитические свойства, которые у меня в общем будут нужны, ну, не знаю, как будет так. Ну, не знаю, как будет так. И, соответственно, на всей комплексной плоскости у меня есть еще вот, еще две такие оценки на коэффициент с индексом 2. Все эти оценки мне потребуются, потому что потом, когда я буду брать интеграмму, для того чтобы я имел возможность замыкать контур либо верхнюю полуглоскости, либо гнилью полуглоскости, либо гнилью полуглоскости. И все эти оценки у меня появляются. Соответственно, для состояния альфа-бета габа-дета я получаю вот такой интеграл. Сейчас я сначала предъявлю формулу, а еще тоже покажу, как это получается. Это, соответственно, 2битная эта функция. Здесь возникает вот такая матрица. Ну, и, соответственно, столбец строка. В такой ситуации можно достаточно легко показать, что если я возьму k1−k, k0−t−k, эти два состояния вот такого типа будут армированы на 2битную эта функция. на 2битную эта функция. Где R−k это вот такая веточина, а R−k это просто единица на меонид. Соответственно, вот это состояние, оно, понятно, как выглядит слева от барьера, справа от барьера, оно переходит в такое состояние. И у меня есть однофение между амплитудами рассеяния справа и амплитудами рассеяния слева. TF3, т.е. правая амплитуда, туннеллерная, левая амплитуда, туннеллерная, равна друг другу, а амплитуда атрофейни слегка модифицируется. Ну, понятно, поможет, у нас остается такой же и такой же сам, и мы теперь берем компресс на соприконе, и еще появляется несколько дополнительных патронов здесь. Вот результат. Так вот достаточно тренировать. Я поздравил своих студентов передачу задания. Прошу эти ответы получить. Теперь теперь смотрите. Нарк Городинян – это термитов или самосопривон операторов, кому как угодно, кому как угодно. Соответственно, у него собственные значения должны быть в несчастье. То есть метафор рассмотрения, мы, когда смотрим стационарное состояние на факультета, должны рассматривать К либо чисто вещественное, либо чисто мнимое. Если у нас К чисто мнимое, то мы выбираем, понятно, слева от барьера, мы должны выбрать состояние такого вида, для того чтобы справа от барьера у нас появилась только затухающая экспонента, а теперь мы получаем условия на наметках. То есть связанным состоянием отвечают нули функции μ, и соответственно верхней полутлоскости никаких нулей, кроме нулей, не ващих на чистом немосе, мы получить не должны. Ну, соответственно, коли μ1 равно нулю, это означает, что это полица верхней полутлоскости у амплитуды проходения. Ну, дальше в этом приложении я, наверное, кратко поясню, каким образом я получил эту формулу. Ну, и ключевой момент здесь у меня следующий. Если у меня, у моей функции есть в реформе уравнения в среднем, то верно вот эту штуку, а это есть не встойную, как первое производство такого уравнения, и она равняется k2-2. И я при помощи этой формулы легко протаскиваю свою функцию через барьеру. То есть, интеграл минус ада от этой функции, он выражается в виде такой формулы. Потом я тогда подставляю просто яблень в выражение для сифтрих, ну и получаю такую достаточно громоздкую выражение для этого интеграла. Ну, опять же, если на него внимательно посмотреть, можно увидеть, что при k, стремящемся к l, я получаю здесь конечный ответ. То есть, это интеграл конечный при разных k и при k равном b. Когда k не равно, или когда k равняется. Соответственно, у меня остался еще интеграл от минус без количества минуса и от минус без количества для плюса. Ну, здесь я их просто в явном виде вычистил, воспользуюсь формулой сахотского, по-моему, называется, когда интегрирование в степени kx только по полупространству. У меня возникают вот такие вовщенные функции. Epsilon — это, соответственно, маленькая добавочка. После того, как я эти три интегралы смогу, Ну, я получаю, что при k не равном r, Epsilon — стремящемся к 0, эти три интеграла зануляются. А наоборот, при k стремящемся k, пользуясь теми свойствами, я получаю, что это выражение равняется вот это увеличение. Ну, и, соответственно, при k стремящемся к 0, я получаю 2p на какая-то функция, а наоборот, пускается то выражение, которое на вас возложится. Опять же, вся эта штука, естественно, работает, когда k у него вещественно, и когда k чисто мнимо, но принимающее значение, где b1 равна 0. Ну, и наши мои функции начнут уходить на нас конечность, никакого смысла. Мы в эти интегралы не смогли. Понятно, что эти интегралы принимаются в смысле этой обобщенной функции, но нам в этой ситуации как минимум требовалось, чтобы они не экспоненциально не росли. Поэтому все эти интегралы я могу посчитать, когда k чисто вещественное, и когда k лежит в тех точках, где 0 равна 0. Все функции оказались конечными. Вот в ситуации со связанными состояниями, опять же, взял эти интегралы, я получаю следующий графон для нормировки моей функции. Но, опять же, я могу это сформулировать в терминах функции ню, а могу сформулировать термины функции ню. Соответственно, при mk больше ню в точках, когда функция ню занулилась, я имею следующее состояние, и это состояние будет уже нормировано на единицу, где число c вычисляется вот таким образом. Так как это число гарантировано, что оно будет больше нуля, отсюда я сразу вижу, в той точке, где m уравняется ню, это простой ноль. полис первого порядка и вычет. Так, здесь лёгкая ошибка, здесь нера от k, а от t, t, k. Вычеты в этих точках, это единственная нормированная функция. Соответственно, дальше зачистим. Так как теперь у меня есть правильный набор правильно нормированных функций, я собираю свой пропагатор, ну, порядка, члены старших ребят, а этот кусочек отвечает моим связанным состояниям. Соответственно, psik-k1 это вот такое состояние, здесь оно выписано в явном виде. Здесь, естественно, головая функция, которая имеет правильное выражение абсолютно до всех х. Как слева потенциала, как справа потенциала, так и внутри потенциала. Единственное, что вне потенциала эти функции перестают зависеть от потенциала. Но я имею, соответственно, стандартную суперпозицию экспонента. И есть набор связанных состояний, и, соответственно, нарисовать в виде функций. Теперь дальше я ограничу ситуацию. Я буду считать пропагатор из точки Y в точку X, а точку Y я зафиксирую слева от барьера. Так меня интересует, моя задача рассеять, то меня будет интересовать, естественно, пропагатор слева налево, слева в область потенциала и слева направо. Соответственно, вместо вот этих функций я подставляю функции, когда здесь у меня пропадает зависимость от X, и вот этот пропагатор превращается в пропагатор такого вида. Теперь мы находимся в ситуации, когда X у меня не выберет, X не выберет внутренним парьером. Те оценки, которые не позволяют мне забыкать, я теперь кладу T равно 0, то есть я хочу убедиться, в самом деле, что у меня K0 это есть не что иное, как ядро единичного оператора, то есть обычные дельта функции. У меня в этих интегралах, когда я беру этот интеграл, возникает сумма вычетов, и эта сумма вычетов полностью компенсируется вот этим членом. То есть в итоге при T равно 0 это ядро... А если X больше, то тоже вроде тоже должно быть, да? Да, опять же, сейчас. Сейчас это чуть-чуть позже, потому что вот в ситуации, когда у меня Y и X в таких пределах, я получаю более упрощенную формулу для моего пропагатора. Обращаю ваше внимание на одну особенность. У меня здесь появилось интегрирование от минус бесконечности до плюс бесконечности. То есть чисто формально я все эти функции естественно могу продолжить куда-то. Первоначально я их определял только для полобытных, но потом сделаю интегрирование. В итоге у меня появилась интегрирование от минус до плюс бесконечности. Ну и получил компактным, достаточно простой уровень для пропагатора слева направо. Опять же, в этой ситуации по этому уровню достаточно легко можно увидеть, что те вычеты, которые я получаю, когда я беру вот эту интеграмму, в аккуратно сокращаются с вот этой учетом. Я опять же имею вот это выражение. Теперь, когда я считаю пропагатор слева на лево, я получаю в этой ситуации вот такое выражение. Интеграл от этой штуки даст не дэту функцию, а интеграл от этой штуки, опять же, я получаю те самые полюса, которые точно выучаствуют вот этим шагом. И в итоге я получаю штука отмеря, это ядро единичного оператора. То есть тот набор функций, который я взял, это и есть полный набор. Ну это доказательство того, что, собственно, никаких решений в моем уравнении больше не возникнет. Ну и в следующий момент теперь мы, соответственно, начнем заниматься вычислением галлютируем и вычислением вероятности. П0 это как раз вероятность того, что в моем пакете присутствует связанное состояние. Понятно, я беру свой стартовый пакет, беру интеграл с связанным соединением, беру по модулю, разожжу в квадрат и все в сумму его. Ну и вот эта штука сводится вот к такому поражению. Здесь А комплексное сопряжение, это не просто комплексное сопряжение вот этой функции, это я на вещественное числе делаю комплексное сопряжение своей функции, а потом делаю аналитическое продолжение. То есть, когда К вещественное, то это в явном виде комплексного сопряжения. Когда К мимо, то это число не есть комплексное сопряжение от этого числа. То есть, не может быть чуть более впредить. И следующий ключевой момент в моем рассмотрении. Если у меня есть некий валовый пакет, который я запустил при Т равную, запустил при помощи обычных свободных гемитарианов, то есть гемитариан P2N, то при Т стремящихся к бесконечности, если мы Е и Ефре сюда, то есть сюда поставлю P равную нулю, и я получу валовый пакет в любом моменте времени. Ну, А это соответственно главная функция в К предоставлении. То при Т стремящихся к бесконечности, я имею вот такое предельное выражение. Ну, предел здесь надо понимать в следующем смысле, что мое точное значение Пси от Т от Икс, если я отниму вот это выражение и посчитаю норму этого выражения, я получу норму стремящихся к нулю. Предел поднимается в смысле сходимой степени 2. Вот, если мы теперь внимательно посмотрим на это выражение, мы видим, что разные К сидят в разных точках пространства их. То есть, когда я Т сделал очень-очень большой, а Х на Т зафиксировал, то в этой области пространства у меня есть плоская волна с импульсом то есть, у меня есть мой пакет, расползся по Иксу, и разные компоненты перестали интерферируют друг с другом. Ну, соответственно, теперь, если я посмотрю, вернусь, ну, доказательства этой формулы здесь я не привожу, я могу сделать только ссылку, например, на второй том Лида Саймона. В принципе, у меня есть, с моей точки зрения, более красивые доказательства, чем на каринишке сделано, но я этих сейчас заниматься не буду. Теперь, если я посмотрю, что происходит при А, эта формула, естественно, сработает и для моего пропагатора, потому что, так, сейчас вот, потому что, единственное отличие, отличие формул, то у меня появился какой-то подобный нофт, на который я умножаю свою функцию А. То есть при Х больше нуля в момент времени Т я имею вот такую функцию, соответственно, от нее я делаю предельный переход вот сюда. Дальше, беру по модулю В2 и начинаю интегрировать от А до бесконечности. Понятно, что нижний предел интегрирования я могу сдвинуть достаточно далеко направо. Если Т у меня достаточно большой, то на этом кусочке интеграл будет равен нулю. Это мне позволит избежать интерференции между бросавшей волной и кусочком, связанным со связанными состояниями. Это кусок, это как раз кусочек моего пакета, который остался в борьбе. Ну и, соответственно, для интеграл я получаю вот такую формулу для вероятности туннеля. Ну и достаточно здесь хорошо видно, что никакой интегрирования между разными камнями. То есть, у меня каждый компонент, который не фиксирует совершенно независимо от каждого подруга. Потенциал у Вас не успеет? А? Потенциал у Вас... Потенциал у меня весь спрятан, весь спрятан, весь спрятан, весь спрятан, весь спрятан. Но Вы еще все же, действительно, хор не... Есть левая и правая? Есть там яма есть, что ли? Есть яма вращения? Мы решаем задачу, в том числе и на яме. Над ямой, да? И на этой церкви чаще не будет. Ну а тогда на них бесконечно... Ну и у Вас уже сочеренность будет? Яма, что ли? Если взял яму, взял произвольный пакет, но... Не пакет, но надо создать. Сейчас, сейчас. Почему это будет? Прохождение... Над ямой. Ну, хотите, назовем это прохождение, хотите назовем это тренирование... Тренирование... Это же нет, я не понимаю, но как-то... С самого начала пакет содержит уже дискретную... Смотрите, смотрите, в этой ситуации самый такой критичный момент. Когда мне потенциал. Есть для яма трещающая вниз. У нее есть одно связанное состояние. Это вот самый лучший экспонент. Вот теперь смотрите, я вот эти экспоненты... Вот этот кусочек... Кусочек заналиваем, и получаем некий пакет, который... Некий пакет, который... Который, например, находится слева от вороны. А что значит прохождение-то? Куда у нее-то? Нет. Я в претерром нулю... Поэтому здесь просто эволюция. В претерром эволюции... Эволюция, надо знать, эволюция, а не прохождение. Это другая задача. Значит, начинать без ошибок. Нету-то отчаянное условие... Ну, о чем точке ревитов? В виде разложения. А чего вы эти ревитов? Значит, точки ревитов. А это просто общую задачу? Ну да. Общая задача, это не будет общей задачи. Значит, вот, в корректе в этой ситуации, вероят, P0 будет одной из первого. То есть у меня, вообще, половина этого пакета сидит в связном состоянии, а другая половина, которая имеет компоненты, не привыкли... У вас задача лево-право, и все, разбери. Погодите. В рево-право. Правда? Ничего не правда. Там нет вообще связанных соцсетей. Ну-у-у... Ничего страшного. Ну... На... Два канала. В рево-право. Ну, на вот это выбор обновление, это естественно, никак не повлияет. Нет, если я связываю состояние, то это слово просто будет равнять с малюсом. А где тогда останется информация про саму потенциал, если эта сумма исчезает? Нет. Вся информация сидит в ТТК. В ТТК. В ТТК. То есть в ТТК я не знамён, а в МЁЛ она вычисляется потенциалом. То есть все, кто сидит в этой сумме, это кусочек моего пакета, который находится в ТТК. Ну слово пакет, это не понятно. Пакет, это не бесконечности надо отправлять, хотя бы. Пакет, это любая фондастичная интегрированная функция. Вот я пакет называю, любая фондастичная интегрированная функция. Ну слово не выкачивает. Ну, как-то он тогда, по-моему, не выкачивает. Ну, начальник функции, любая. Хотите, хотите, да. Ну, имеется в виду, что я свою функцию начинаю собирать из обычной плоской формы. Вот, смотрите, я с тумированием потерял все эффекты, связанные с инфляцией. И единственное, на что я хотел бы обратить внимание, коэффициенты, которые стоят перед ТТК, это разложение моей первоначальной функции именно по плоским волнам. Не по состоянию рассения, а по плоским волнам. Потому что ожидалось бы, что здесь весь коэффициент, в качестве этой функции я получу разложение по состояниям рассения. Оказалось, что это не так. То есть я, несмотря на наличие потенциала, свое состояние должен разложить по плоским волнам, вытеснить вот эти отка, умножить на вероятность прохладения крека и их перемножить. То есть единственное, с моей точки зрения, неожиданное... Ну, единственное, то есть легкое неотреблядное свое наклете, то, что здесь стоит не разложение по состояниям расследия, а стоит в разложении по обычной плоским волнам. Ну, более интересная ситуация у меня возникает, когда я смотрю вероятность отражения. То есть найти частицу вероятность, которую я обозначил по минусам. Ну, ситуация здесь опять такая же у меня, то у меня получается такая волновая функция. При теснении осенью до 110 я имею следующие куски. Проделывается абсолютно ту же самую процедуру. При этом предел интегрирования уважен достаточно далеко налево, чтобы избежать интерференции пакета в непрерывном спектре со связанными состояниями. И получаю, соответственно, в качестве ответа следующее выражение. Это, понятно, кусок пакета, который изначально не двигается налево. Это кусочек, который отразился. Опять же, здесь в качестве крикоэффициента стоит разложение по плоским волнам. Ну и здесь, соответственно, интеграл у меня получается от минус бесконечности до нуля, а здесь от нуля до плюс бесконечности. И возникает один дополнительный член, который есть не то иное, как интерференция между куском, который и так двигался налево, и куском. То есть у меня часть моего пакетов, ну, эти отвержения не могут быть грубые, но, в принципе, их, наверное, можно проверить. Часть пакета изначально двигалась налево, другая часть пакета побежала-побежала направо, отразилась от барьеры и поехала налево. Соответственно, интерференция между этими кусочками дает вот этот член. Сейчас я покажу, что этот член, воборот, равняется вероятность остаться в связанном состоянии. Это, собственно, вот этот интеграл, я достаточно легко могу выразить через этот пузырь. То есть цепочка показывает, что вот этот стук равняется по такой величине. Это не в то иное, как минус пыноль. В итоге я для вероятности найти частицу слева от барьеры имею вот такое выражение. Кусочек волны, который бежал налево, отраженная волна, и от этого выражение должно отнять вероятность остаться в связанном состоянии. Опять же... А можно? А как остаться? Если у него компонент имела другую энергию, никакой у вас инвоксации нет, так он может остаться. Если его не было... Остаться... 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 Нет, не запомнился... Ох, это выражение, которое я сделал. У меня в моем пакете есть кусочек, который сидит в связи с ним. Он сидит вечно в правом коллеге. Он так вечно сидит. Он так вечно и сидит. Ну, тогда это невероятно. Он не измерен, мы не спорим. При таком постановке, конечно, когда я не прилагаю, он верит. Понятно, что вы верите на левый или правый кусок. Нет, я... Сознал некий пакет. Отпусти его. Всего в доле очень-очень много времени. Дальше я спрашиваю. С какой вероятностью я добью частицу в окрестнице потенциала? Это вероятность по ноль. Я его числю. С какой вероятностью я найду достаточно далеко справа потенциала? Это вероятность по плюсу. Я его числю. С какой вероятностью я найду достаточно далеко слева потенциала? Это вот эта вероятность. То есть единственный нетривиальный момент, что вот от этих двух стандартных кусков я должен отнять по ноль. Хорошо, а если бы с самого начала выкинули бы эту составляющую и рассматривали задачу без нее, мы не то же самое получили, для вот этих двух составляющих, направо-налево? Ну, увеличили во сколько раз, выкинули одну из составляющих. Я думаю, состояние. За счет условия на коробке чуть-чуть поменяли коэффициент, я тоже самое не получил. И в этой ситуации, если я сразу изреку кусок со связанным состоянием, перенормирую его, в этой ситуации у меня просто... Да, это ноль. То ноль при трампе нуле, и он не то же самое получил. И самая формула получил, да? Ну а зачем тогда себе изменить лишнюю радость создавать в расчетах? Ну если ты рассматриваешь произвольные иначальные условия, то они не производные. Левые условия. Да и правые. Поисвольные, левые и правые. А производят со всем. Производят правые. Да. Лево-браво, канал-браво-канал. Теперь смотрите, как можно качественно объяснить этот результат. Если я свой стартовый пакет, перед тем как его отпустить, отношу очень-очень далеко налево, соответственно, у меня по ноль в этой ситуации станет равен нулю, ну, будет стремиться. Понятно, как у вас стоит связан с состоянием, он был тот, чего очень маленький. И тогда расстояние между волной, который и так летит назад, и международной волной станет достаточно большой, и интерферация между ними пропадет. Это вот такое качественное объяснение этого результата. И теперь я хотел бы выдать некие комментарии. Так вот эта вся деятельность, собственно, отчасти ожила из-за того, что возникла сфера работ под внутренним пакетом, и возникла, собственно, деятельность Владимира Ивановича, в которой была высказана гипотеза. То есть, мы возьмем состояние, у которого ДТП на ДТХ достаточно большие, то не приведет ли это к увеличению прохвативающей барьеры. Вот, смотрите, если мы посмотрим на этот ответ, вероятность туннеля зависит только от вероятности распределения по импульсам, и больше ни от чего. Если я зафиксирую вероятность распределения по импульсам, я всегда могу подобрать, при любом фиксированном А, в капо-модуре квадрате, я всегда могу выбрать такое состояние псев, которое ДТХ будет как угодно большим. Что будет большим? Как угодно большим ДТХ. Так. Ну, это означает, что, надев на то, что если мы подберем состояние, которое ДТХ на ДТП достаточно большое, это сильно нарушает нижнюю границу, то мы можем получить некий эффект с тем, кто у нас грузит туннелем. Вот я утверждаю, что это утверждение не совсем хорошее. В смысле, вот для такой вероятности, я всегда буду в состоянии выбрать пакет с каким угодно, с каким угодно большим ДТХ. Михаил, только пожалуйста, что состояние с разными энергиями, грубо говоря, не интерферирует. Да, да, да. Тогда, действительно, раз разная энергия, мы всегда можем назвать, не интерферирует, но, по-моему, все-таки, это не могло быть. Такие некотерриентные энергии. Ну, здесь даже утверждение энергии. Вот, если мы под вероятность сопротивления находим, определяем ее как предел, при тестировании, здесь эффект, что это прикол пределы при тестировании, здесь, конечно, на конечный цвет, естественно, естественный цвет, там, мы говорим, проще еще это. На конечный цвет, для ответ, оно будет, оно будет, выглядит, достаточно тяжелым. Ну, безусловно, если возле головы, эксперимент, мы понимаем, что конечность победателя, конечность, тогда вот, да. Если на конечность победителя, то, пожалуйста, да. Да, да. Время очень примет веренность. Я, кстати, один вопрос, еще раз, на вопрос такой. Насколько, как зависит, потенциал у вас фиксирован? Да. А, вариациями, вы не знаете, можно ли увидеть, для всех, не обязательно, можно ли увидеть ситуацию, когда, для больших вариаций, пакетов, в начале, пакетов, с координатами, большие вариации, координатами, должна быть, эта вероятность, будет большая. Вероятность, увидеть, на прежнюю стороне, церковь времени, и вдали, достаточно большую часть пакета. Можно ли я сказать, на начале, всегда. Я же играть можно. В общем, если так, то хорошо. Насколько у вас вот этот ответ, п, нечувствительным, к тому, что вы выбираете большие вариации координатной, ну, большие, не сказать. Смотрите, грубо говоря, от координатной части, ой, от волновой функции координатного представления, ответ не зависит, в каком-то смысле, Зафиксировав вероятность найти определенный импульс, у меня там здоровенный, большой призвол в волновой. То есть, для большого количества волновой функции МСАТХ, вот эта функция будет одной и той же. очень хорошо. Вот можно ли подобрать какие-то большие, чтобы эта функция была тоже большая? Где это не работает? Не очень понял. Это же универсальная формула. Это формула универсальная. Может быть, потенциалом, если всплодает плавный. Там плавный будет. Это плавный будет. Это плавный. Волновые волнечные. Волновые. Полный набор. Боих чем нет? А как вы? Так я не скажу, он или волненец, ладно. В какой смысле? Волновые не эксплодательные. У кого он это вообще не так. Нет. У кого он это не так? Не вовсе, а вовсе, от этого не зависит. Немосредственно, по-моему, что ПП не зависит никак, она зависит от явного вида. А это будет анализация от явного вида, а анализация от явного вида. А по модели, когда отткается, то измеряется, в приеме ПП. Соответственно, если мы выберем функцию tk, то это тоже какая-то функция от индуса. tk может становиться равным единицей при конечных k. Ежели у нас задача сделать хорошо планированный пакет, мы смотрим, при каких tk. То есть это функция, которая стартует здесь вариант, здесь единица. При каких-то k она может достигать единицы. Единственное, что про нее можно сказать, что при кассове расиста бесконечности эта функция будет выходить из триминар близ к единицам. То есть те утверждения, которые мы можем сделать по поводу функции этот кассов на шлеминской единице при кассове расиста бесконечности и в нуле она равна нулю всегда, когда не появилось связанное, не начинает появляться связанное состояние. То есть если мы, например, для двух дейта функций, торчащих вниз, выберем параметр r, расстояние между этих дейта функций, такой, что у нас начинает появляться второе связанное состояние, параметр r мы легко можем рассчитать. И посмотрим, как выглядит tk в таком потенциале, мы увидим, что это отмаливание не будет являться нерва. О чем? Ну, о каком-то числу. Т.е. он вообще так много. Ну, некое число больше являетней, чем при целях шеи. Это, собственно, то возражение, которое в свое время пытался делать Толстыхин. Если вспомнить, у него там была работа о том, чтобы появляться нестандартные такие классистые состояния, он достаточно... он пользовался тем, что t0 равняется 0. Ну, у него затем был кулон. Т.е. это было не совсем бодровенье, а скорее некое такое... некое такое... некое опасение. Потому что как раз тот позиционал, который у него был, у него был кулон. В каком-то смысле в кулоне. Ну, как понятно, для кулона это рассмотрение работы. В кулоне у нас есть, по-моему, связанное состояние достаточно близкое к кулону, и я там заподозриваю, если получится еще очень особой площадь, какая-то неприятность. Коплению полюсов. А вот на том простом примере, когда альфа и бета, две вот энергии летят, какой ответ дает? Ты открываешь не один, куда-то? Да, да, вот. Плюс и два, вот. Да, да, да. Облогово не нравится. А то получается... Т.е. я... В качестве ответа я должен выбрать вот это без К1 и вот это без К2. Сумма-то текущая. А... а делить на что? Нет, 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 просто ты один в квадрате... То есть просто чеснете взять без К2, да? Да. Ну, опять, к этому немножко надо аккуратно относиться. Т.е. по большому счету, если не совсем вот такие суки берут, А все-таки пакеты... Беру два пакета, очень-очень сконцентрировано. Ну, понятно, я же могу взять с врача на пакет, намесить... Ну, т.е. Это такой вот шок. Очень широкий слева, да, грубо? Да, да, да. Мы нажали на ЕВСК1 и К1, другой на ЕВСК2 и К2, и отраскиваем далеко на лево. Далее, после того, как я сделал преобразание Фрус-куриняр, я получил такие функции скреба на СТСК1 и К2. Ну, это уравнение. В смысле, вы используете ли это, или нет, стационарную? По ходу дела? По ходу дела, я использую его для получения ТАК и РАК. То есть, у меня уже... В ходе ТАК и РАК... Суббородичного РАК. А при ЕВСК2 вымирателю упомянули. Чего? А при ЕВСК2 вот. Это вот такой... Это вот... У меня там, одни вот, только ЕВСК2, уедут лищи... Связа канавок есть техника, знаете? Это... Это... Отчасти... Отчасти этим я пользуюсь... Пользуюсь... Да, дистамина... Вот два направления. Это я пользуюсь отчасти... Да. Аккуратно. Там есть кассы еще и дистаминаты. Которые... Сопряженные всякие там... Так... То есть вот... Смотрите... Была... Была... Целая... Целая серия работ от этих... Из... 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 Топ То есть какое-то уд었어요. Так ANIPA появилась некая добавка. Опять... Опять... Забыл, каким словом, пакет называется. Но одни, есть... Многие некоррекулярные состояние называются. Вот свои мудобавочки, то ли вообще на конкретном состоянии называются? Вот если они... Кривируемый мудобавочек. А, кривируемый мудобавочек. Как только они делали эту мудобавочку, это приводило к тому, что с у вас выбор сопростоялся, пакет просто расползался. Как только пакет, первоначально, пакет сидел в области, где девочка маленькая... После того, как они эту мудобавочку добавили, пакет расползся и попал в область, где ТТК стал достаточно большим. Об этом мы разговариваем. ТТК может быть большим при каких-то... Конечно, да. Вот это тогда ответ. Там, вот смотрите, опять-таки, достаточно широкий пакет из гаусса. Я могу сделать очень простым способом. Я, честно говоря, не очень понял, зачем там была такая сложная веки. Я просто гауссовский пакет отпускаю в свободную эволюцию. И он у меня расползается. Становится враченный-враченный. ДТП на ДТХ становится здоровым-здоровым. Но этот пакет наиверился с такой суточной вероятностью, как и стартовый пакет. У них ткань поменялась. Ну, по квадрате, естественно. Оно какое было, такое и осталось. У нас не меняется на самом деле. Пакет в сроке. ДТП на ДТХ очень большой. Но задача другая. ДТП у вас не будет. ДТП у меня такой был какой-то остался. А ДТХ там становится здоровым. Смотрите, неправда. Речь идет о том, что ДТП сразу. Вам, грубо говоря, нужны большие импульсы. Вот и все. Тут ничего удивительного. Большие импульсы. Либо вот там вы нарисовали. Либо резонанс. Либо попасть сюда, да. Либо попасть в резонанс, либо большие импульсы. Лобовая пасса. Все. Больше ничего. А под ДТХ что важно? Налазит ли у вас начальное состояние на потенциал? Потому что потенциал парчи. Налазит, либо не налазит. Если налазит, то понятно, что справа будет много. Если не налазит... Нет. По большому счету... Поэтому здесь ДТХ и ДТП... Вот в этом плане критерий работает. Я всегда... Тот пакет, который я смотрю, залезает в область потенциала, я его могу трансляться и увести далеко налево. Почему? А ответ не будет меняться. Какой будет? Вот, если взял, взял який пакет, куда бы я его не поместил... С левой пакет... Если нет, он налазит на потенциал... А то же он наползает... А ответ не получается. Если нет... Если нет... Потом... Это расширяется. Еще потом... Вы меняете состав. Направо уволите. Если нет... Я пакет сделаю. Трансляции налево... Отвертый пакет... Он пошел с его... Налезает потенциал и пришел направо. Состав изменился. В состав чего изменился? Пакет. Если естественно... На время меняется... На время, да, если вы не будете... То, что направо уходит... А правый не уходит, а рель тоже уходит. Я вот... Так что, право-лево... Кусочек... Ну что направо? А по пальцам, то что направо? Ну, сочек с половиной наверняка... И состав изменён? Вот, в каком смысле, если мы берём эти квадратики, это будет формовая функция с половиной. В начальном состоянии, и в начальном. В эволюции, а на минимальном составе. Какое же в начальном состоянии? Мало как не проходит, а дальше и проходит. Теперь, да, я уже... Конечно, да. Нет, у меня в нормальной... Вот это в нормальной функции, которая была... До другого. ...и потенциала не было. А вот эта нормальная функция, ну, точь-в-точь, допрасывая, это как раз в нормальной функции справа. Причём... И не время меня будет интересовать, как выглядит и выглядит тот пакет, который выглядит справа. Я тут должен проинтегрировать... Когда весь пакет пройдёт. А почему ли не что будет? У меня... Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 я буду сидеть с такой судьбой. Есть пакет пройти просто, в принципе, не может, потому что моя функция... Моя функция... Моя функция Т от А, ну, собственно, если она и равняется, то только в изолированных точках. Да, естественно... А когда чё-то мы смотрим? Какое время мы сидим? Бесконечно большое. Да, всё. Да, всё. Уже с него очень куда-то тачить. Ничего не будет. На левом, на левом, на правом. Да, вообще не будет. Но нам... У нас падающая волна всегда есть. Сационарная. Там сидит кто-то из стыляника пульками, квантовыми здесь. Нет сационарного источника-то. Левого. Ну, это пакет. Это большой пакет. Это, да? На 5-е. На 5-е. На 5-е. На 5-е. Пакет это же не задача. Это, значит, рассеяние, а временная задача. Это правильно. У вас... Как чё-то такое? Ну, пакет. Потом, если направо-налево, плоско его лучше. Потому что там других лишений нет. Сколько направо, сколько налево? Ну, сколько направо, сколько налево? Вы делитесь. А где? Вы делитесь. А где? Источник нет. Ну, это другая задача. Точно. Ну, ускоритель. Катонные лучи, я говорю, изучаю. Хорошо. Вы, в моменте элемента равнодресса, знали с твоей колокол? Нет. Нет, нет, нет. Это только я знаю. Это анкашлинг. Вообще, там, прохождение, это эволюция начального условия, когда правило было начальное условие. Это не есть прохождение. Значит, вращение, это когда всё время переверчивают электроны. На барьер. Всё время, всё время. И на минус бесконечный. Я всё это обещаю. Не внуляю, а минус бесконечный. Всё время. Это стационар, он работает в начале времени. Разогрелся отдача, но работал в цена. Если вы не сможете, хотите, 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 стандартный 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 сметан, там, где стены будет, И одно время и другое должно устремляться на вашей планете. Если вы хотите, чтобы я построил задавцу, я смотрю, а у нас есть пакет. Какой пакет? Мне кажется, головы и пакеты более физичны, чем рассматриваются. Разные задачи. Совершенно разные задачи. Это разные задачи, но мы имеем дело с физикой. Физики мы создаем при тенарном нулю нашу систему в неком состоянии. Я хочу узнать, что... Все в львине. В сутки работе, что не прерывно. Я не прерывно, у меня не прерывно. Я же не ливал его. То, о чем я говорил в самом начале. Почему я стал рефать, значит, тунируем пакетом. Михаил Лебедев попросил рефить задачу тунируемых пар электронов. Нормально всё? Нормально. Вот в этой ситуации я бы на момент... Мы вернули в пакет. Я бы на момент... Я вынужден рефить задачу, когда у меня суперпозиция, суперпозиция, плоский клум. И на самом первом слайде я пригласил статья, которые переходят в голову с налётом... А я бы и функцию содержать. А такой подход позволяет мне рефить задачу струнируем двух, трёх... То есть электронную... Ну, можно реформулировать постановку и название. Нет, ну, я не знаю, почему решила, потому что там же ответ-то получил... Переход! Я набрал пакет получирования тревиады, для струнирования двух электронов. Причину двух вообще ещё не было. Не-не-не... Это не тема этого доклада. Я могу... Могу кратко сказать, что мы получаем, когда рассматривать, что струнируем двух электронов. Вот ответ, который получается, он в этом смысле достаточно интересный. Если у нас есть... У нас есть два состояния. Пи-1, Пи-2. Если у нас есть для состояния Пи-1, если у нас есть для струнируем Пи-1, то или для второго Пи-2. А вот если мы кидаем в обусе состояния 1 электронов, в другой состояние другое. Так как эта пара будет... Вот ответ по 1, на 2, неправильный. Кто сказал, что такое тёп? Значит, не струнированное одно. Скорее не известно, что... Надо решать задачу. Правильно. Своё это сведетеминально надо бросать. А фирмен, это карьера. Ну надо бросать сведетеминально. Своё это сведетеминально. Это частичная задача была рассказывала. Задача тела. Но она рисовалась для того, чтобы решить частичную задачу. Как только я беру два электронного, и автоматом будет работать с суперпозициями плоских боков. А вот можно по этой задаче вопрос? Скажите, а вот если у меня есть резонансное состояние в барьере, вот где оно вплывает вот отсюда? Внутри барьера, при положительной энергии, если она состоит в барьере, в барьере, в барьере. Я не понял. Вопрос. Я только буду формулировать не в совсем обычном виде, а в термин, как в инстириуме. Ну то есть, t это единица на мм. Вот если мы нарисуем комплексную плоскость, и посмотрим, где на этой плоскости располагаются нули в функции мм. Вот в верхней полуплоскости нули сидят только в вещественной оси, это нули собственно пролюсают в функции t. А в нижней полуплоскости у нас возникают еще еще виртуальные нули. Вот эти нули. Виртуальные. Если этот ноль достаточно близок к вещественной оси, я получаю я получаю как раз с Сашей большой и если меняем параметры потенциала, вот эти нули начинают двигаться, 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 и в какой-то момент попадают сюда. Нет, не так, не так. Они попали на оси, на виртуальный уровень. На оси нижнюю. И так или нет? Нет, они в принципе могут они могут я по крайней мере подбирать на оси, виртуальный уровень. Подбиралась ситуация, когда эти нули не носили. То есть такое тоже. На оси тоже бывает. Прорисуют на оси. Это виртуальный уровень. То есть смотри, да? Да. Получше, 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 получше. Вот туда. Хорошо. И пары может быть. Пары. Они выходят туда, буду вниз. Так вот, такое тоже есть. Они вот так схлопываются, вот так. Справа, слева схлопываются, а они, ребята, буду вниз. К чему приводят эти нули? Вот в тот момент, когда этот нуль попал сюда. Это у меня приводит к скачку. Т от нуля, оно становится не нулевым. А Е в нуля сидит достаточно близко. Ну, соответственно, это усиливает Т и мальчика. Леток. То есть у меня... Т от ка внуля... Выглядит как-то вот так. Ну, как и гуральник. Гуральник. Гурор, выарезный. Гурор, выарезный. Оно становится вот так. Гурор, выарезный. И в момент перехода у меня возникает схлопа. Э, э, ПК равна нулю. Если у меня синий цветальный уровень где-то вот здесь, это соответственно приведет к тому, что в этой точке 5 будет достаточно большим. Ну, понятно, меньше меняется, но достаточно большим. Ну, я говорю, вертикально сразу. Да, да, там будет скачок, есть параметры. Ну, в каком-то смысле это не физично, потому что мы строго говоря... Чуть-чуть не дошло, он пойдет под большим углом. Да, да, да. С точки зрения математики, меняем какой-то, t было 0, при каком значении параметры у нас стало конечным, потом снова стало 0. Это, скорее, не крюки, потому что, ну, т.е. функция просто... Нет, я вообще не знаю, как вы говорите. Зарису их два манера, потенциал духовый. И там есть схема. Которой могут, может быть, жить в некоторых революциях. Это, значит, замерную форму ядерный флик. Замерную форму, если вот такую выводить. Зачем замерную форму? Нет, нет, нет. Квазики, они, действительно, у них энергия большая. Понимаете? Это квазики были, но они другие. Они не в яме относятся, а к барьеру. Ну, если их барьеру в дырку делать. Только вернуть. Барьеру не вернуть. Чем положительность энергии берут? Уровень? Ноль. Один город, второй и опять ноль. Уровень? Да. Высокий геометр. Сколько мы говорим? Высокий геометр. Это резонансы. Геометр жизни называется... Когда уран делится, у него долго живущие состояния. Большие информации. Вот на языке функции мюга, я понял, это будет означать, что у функции мюга ноль с очень маленьким нему части, а вещественная часть это как раз со соответствием энергии. Визион просто для верху, на самом деле. Вот он в виртуале. Вот он как раз, как бы, везет в руководитель. Нет. Здесь ноль не будет. Ну, гляд тончатого и не должно быть, но он где-то наверху должен быть. Нет? Он не соответственно связан с состоянием, в общем. Правильно. Пойдем дальше. Еще под антирезонанс. И будет сидеть в нижней полуклоскости. Антирезонанс еще. Вот в нижней полуклоскости все у них сидят строго на вещественной оси, и никаких нулей больше здесь нет. А резонанс это ноль в нижней полуклоскости, но, соответственно, вы предсказали, что не ноль. А? Ну, с какой-то ноль. Правда, ширина есть. Есть антирезонанс. Там ноль в нижней полуклоскости все равно нулю. А эта точка, соответственно, имеет некую нижнюю часть и вещественную часть. Вот эта вещественная часть — это энергия у вас в резонансах, а вот эта сколько? Это энергия в жизни у вас в резонансах. А эти резонансы есть. Еще. Ну, я не знаю. Ну, эффект этот самый, нуль там, нуль, фаза ноль. Как называется эффект фанов? Нет. Рабзава. Рабзава. Ну, то есть... Это растение на одном объекте, посчитай это растение на другом горке. Они как-то противопадят. И ноль. Раскакивает на весь. Такую, такую... В середине ноль. И до нуля почти спускается. Что опять он бачит? Ну, много всяких вариантов. Это, если есть муравосы, то есть муравосы... Экзотист. Заморосы, заморосы этой функции. Достаточно двух функций. Ну, можно взгляд это... На протяжении, на траге. Это функционально. Я про количество ширины, я тоже знаю. Рабзава. Вот это, когда деструктивный интерференс просто. Если интерференция за, это против. Ну, что... Ну, у меня сюда. Вопросы... Здесь все, где можете... На большей работе. Эта работа не будет проблемой. Вообще, тогда уже длится. Все же... Вот, и сядут, и сядут, и сядут пищи, так-то, и таму, и сейчас... Народ же... Все сонощение есть, на чем угодно сделать. А вы, опять же, не на чтение, девочки, а задачу, используя место на чтение и возьмутся по времени. Откуда-то бесконечность?